Здравствуйте! Ежедневно каждый из нас встречается с необходимостью решать самые разные психологические сдачи и ситуации. И сегодня я расскажу об одной из них и дам практические рекомендации по её решению. Надеюсь, они вам помогут. Сейчас часто можно услышать фразу «закрыть гештальт», но что же на самом деле означает это выражение? В основе понятия «гештальт» лежит психологическая концепция незавершённых действий, стремления к целостности. Очень часто люди хотят уйти от проблемной ситуации, чтобы избежать болезненных чувств, защитить себя от непереносимых горя или презрения, ярости или печали, то есть не завершая её для себя. Так, в жизни многие поступки оказываются незавершёнными. В детстве мы глотаем обиды, боясь постоять за себя, не плачем, чтобы не травмировать окружающих, и подавляем свою радость и желание поделиться приятным событием в компании серьёзных коллег. В какой-то степени избегание предохраняет от зашкаливающих по силе чувств. Однако сознательное или бессознательное прерывание потока переживаний никуда не девает чувства. Эмоциональная энергия купится в бессознательном. Эта энергия может сдетонировать в любой момент, по любому поводу, как эффект последней капли. Если человек не решается высказать начальнику своё мнение, есть вероятность, что дома он отругает детей. Застревания на детских обидах во взрослом возрасте – всё это примеры незавершённых ситуаций. Все эти невыраженные чувства, непрояснённые отношения, невысказанные слова, незделанные поступки могут жить в нас многие годы. Например, спустя 25 лет клиентка вспоминает детскую обиду на подругу, которую когда-то отказалась играть с ней во дворе, уйдя с другими девочками. И, будучи уже взрослой, когда уже взрослая подруга пригласила её в гости, приехав в отпуск к своим родителям, нашла массу уважительных причин, чтобы не встретиться с ней. Если незавершённое дело становится центром существования человека, оно всегда будет мешать его жизни, пока он не вернётся к незавершённым делам, которые маячат из прошлого, потому что они были болезненными. Поэтому гештальтерапия в жалобах и действиях человека помогает обнаружить незавершённые ситуации его прошлой жизни, вернуться к ним, чтобы пройти через переживания и завершить ситуацию так, как хочется теперь. Закрыть гештальтерапия. С точки зрения гештальтерапии главная беда современного человека – это отчуждённость от самого себя, от своего внутреннего опыта, своих ощущений, чувств. Она отличается от других форм психологической практики, философии целостности, полноты жизни, проживания каждого момента во всей его остроте, здесь-сейчас. Важен акцент на настоящем переживании вытесненного опыта. И важно понимать, что то, что кажется забытым, подавлено и возрождается, концентрируется до тех пор, пока напряжение не получит разрядку. Желаю всем закрыть свои гештальты и помните, что счастливо жить можно каждому.